Новостройка Станция метро Ладожская. Девелопер. Компания RCC. Тип проекта «Монолит». Жилой комплекс «Грин Парк» будет состоять из восьми трехэтажных домов. Помимо жилья предусмотрены детский сад, аптека и магазин. Покупателям предлагаются студии, одна- и двухкомнатные квартиры, площадью от 20 до 51 квадратного метра. Подробности расследования читайте на сайте новострой СПБ. Едем по Дороге жизни. Справа гипермаркеты. Их здесь два на Дороге жизни. Обгоняем 462-й автобус, который ходит до станции метро Ладожская. Вот город Всеволожск. Вот на этом участке компании RCC планируют построить жилой комплекс «Грин Парк». Впереди виднеются дома стройки СДС компании. Видно, что к строительству еще совсем не приступали. Что, впрочем, и неудивительно, с учетом того, что у компании нет разрешения на строительство, и даже земля. Это сейчас еще находится в статусе сельскохосточения. Основным преимуществом жилого комплекса «Грин Парк» перед конкурентами являются низкие цены. Стоимость квадратного метра составляет всего 40 тысяч рублей. Для сравнения, в соседнем Румбелово-Сити от компании СДС квадратный метр стоит 60 тысяч рублей. Со сроком сдачи конец 2017 года. ЖК «Грин Парк» пока обещают сдать к концу 2016 года. Совершенно очевидно, что это совсем нереалистичный срок. Компания RCC образовалась в 2015 году и сразу же анонсировала несколько проектов. Но пока не приступила к строительству ни одного из них, если судить по пустующим разделам ход строительства. Схема продажи квартир через вступление в жилищно-строительный кооператив. На практике это означает, что настройщик не несет никаких обязательств перед покупателем в отношении сроков строительства. Договор ЖСК не регистрируется в Федеральной регистрационной службе, поэтому не защищает покупателей от двойных продаж. За своевременное окончание строительства дома отвечают сами пайщики, так как с юридической точки зрения именно они строят себе жилье. Вот это та природа, которая окружает моностройку. Лес далеко. Это центральная улица, в той стороне народа жизни. Вокруг поля, частный сектор. В той стороне Щеглова, ни о какой инфраструктуре в шаговой доступности речи не идет. Вся инфраструктура находится на расстоянии примерно 3-4 километров. К Романовке и Семурске. В этой дороге ходят автобусы 512 и 513 на Семурске. Но до остановки нужно еще не уйдеть. И в целом, чтобы добираться на санкт-Петербург, придется пользоваться пересадкой. Надежность девелопера тайный покупатель оценил в 1 балл. Компания заявила о запуске трех объектов, но их строительство еще не началось, а сроки сдачи уже переносятся. Рискованная схема покупки также получает 1 балл. Ипотека отсутствует. Условия рассрочки уточнить не удалось. Восемь баллов наш агент оценил низкие цены, но вместе с тем неудобные планировки. Инфраструктура, до которой нужно ехать несколько километров, получает 4 балла. В 7 баллов оценена транспортная доступность. Без личного автомобиля жить в новостройке будет сложно. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса «Грин Парк» читайте на сайте новострой.спб. Продолжение следует...